В студии Елена Кузовкина. Это очередной выпуск программы «День с толком». Здравствуйте! Известный политик, неравнодушный руководитель, коллега, друг. На Алтае сегодня простились с Александром Назарчуком. На круги своя. Школы-края возвращаются на шестидневку. На прививку даже в метель. Уже два мобильных пункта вакцинации от COVID-19 работает в Барнауле. Ушел человек эпоха. Алтайский край сегодня простился с Александром Назарчуком. Выходцем из Родинского района, который смог дойти до поста министра сельского хозяйства России, а после много лет возглавлял краевое законодательное собрание. Там сегодня и прошла гражданская панихида. Он оставил политику, но жизнью наставить не мог. И до последнего интересовался событиями края, прокручивая в голове, а как бы поступил сам. Александр Назарчук – человек, проделавший путь от помощника бригадира до министра сельского хозяйства России. Его будут помнить и как политика, и как неравнодушного руководителя, коллегу-друга. Первого февраля он трагически умер. Взаимоотношения, понимание и взаимопомощь. У него это присутствовали. Сейчас не у каждого это есть. Он до того мог настроить людей, человека, что не надо сторожей, как говорится, ставить на смотрщик. Будешь делать, свою инициативу проявлять. Он вообще отдыхал? А я точно не скажу. По-моему, нет. Работал и правда много. Всю жизнь. В колхозе родного Романовского района, райисполкомах, руководил агропромкомитетом края, курировал эту сферу в Госдуме, а затем возглавил Минсельхоз страны. Все это в непростые 90-е. В сложные, самые тяжелые годы, когда в обществе, по сути, наступил раскол, продолжал заниматься деятельностью созидательной. Нашим алкайским деятельностью становился министром Российской Федерации. Конечно, он в той комбайне уже все не мог. Не те, но приятные. Но все равно впервые придем, делались робкие попытки правительства Российской Федерации начать поддержку российского села. Так в Шипуново до сих пор помнят комбайны, которые в район пришли благодаря помощи Назарчука. Социально-экономическим развитием всей территории региона, а не только городов, он занимался всегда. Если вот все думают, что Назарчук сельхозник, да Назарчук, придя в сельский район, медицину поддержал, поддержал культуру, поддержал народов, ему все было важно. Но, как он всегда говорил, будет базовое хозяйство, будет образование страны. Александр Григорьевич, вот если бы ты еще школу комсомола прошел, ты бы стал не только министром сельского хозяйства страны, но и президентом. Были ли такие амбиции у Александра Григорьевича, доподлинно неизвестно. Но то, что Назарчук не прижился в федеральной политике, многие считают с закономерностью. Не сумел бы подстроиться. Имел свою твердую точку зрения. Твердую. Он не велел. Считал он так, вот так себя вел. Для нас он стержень и основа нашей семьи, вокруг которого, по сути, все и строилось. И сегодня стержень этого не стало. Причем не стало трагически, от этого больнее еще. Осиротевшие чувства общие для всех. По словам знакомых Александра Григорьевича, к каждому он относился нервонадушно и старался решить любую проблему, даже уже отойдя от дел. Свой покой человек-легенда нашел на Власихинском кладбище. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Погодные условия на дорогах края сегодня резко ухудшились. На прилегающих к Барнаулу трассах мокрый снег и метель. Причем такая погода сохранится в регионе и завтра. Наша съемочная группа возвращалась сегодня из Заринска и как раз застала начинающийся буран. Пользователи соцсетей также отмечают сильные порывы ветра на Бийской трассе, на участке между Боключами и Новоалтайском. Образовался автомобильный затор. В МЧС предупреждают, что существует угроза образования снежных заносов и гололюдицы. Скорость ветра при порывах может достигать 23 метров в секунду. В ГИБДД водителям советуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, выполнять требования знаков. А между тем на Алтае идет долгожданное потепление. Уже в эти выходные, по заверению синоптиков, в Барнауле столбик термометра покажут плюсовую температуру. Вот только благосклонности небесной канцелярии рады далеко не все горожане. Ведь тепло может спровоцировать сход снега с козырьков и крыш зданий. А это может привести к трагедии. Ведь своевременно чистят крыши далеко не все управляющие компании. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Все обледенело. И начали сосулечки появились у нас. С сосулечком и сугробом на крыше уже почти неделя. Управляющая компания, обслуживающая дом, не торопится. Не то что скидывать снег, а элементарно счищать снежные шапки, жалуются люди. Позвонили в ЖЭУ, оставили 29 января заявочку. Что придите, посмотрите, почему такая проблема. Не приехали они. А как они не боятся задворника, который чистит, ходит вот здесь. Не боятся, что сосульки упадут. Ребятишки у нас тут постоянно бегают. Я вообще за детей переживаю. Мало ли. Всякое же бывает. Дети-то непослушные же. А потом уже будет поздно, когда это все случится. Снежные навесы, угрожающие жизни и здоровью сосульки. Так выглядит Барнаульский поток каждую зиму. В это время года здесь лучше не появляться, но местным жителям деваться некуда. Поток. Исторический район Барнаула. Исторический в прямом смысле. Время, когда с крыш счищали снег, кануло в лету. Местные жители говорить о проблеме отказываются. Говорят, управляющие компании все равно выполнять свою работу не будут. А между тем, это их прямая обязанность, поясняют юристы. И за несвоевременную работу управляющим организациям грозит штраф от 500 рублей до 50 тысяч. Это даже не все санкции. Несоблюдение требований управляющей компании по расчистке кровли является лицензионным нарушением и очень серьезным. И, собственно говоря, может повлечь последствия вплоть до отзыва лицензии и прекращения деятельности управляющих компаний. Пожаловаться можно как в прокуратуру района, в жилищную инспекцию. В центре Барнаула вопросов к управляющим компаниям, как правило, нет. Чистят добросовестно. По словам юриста, прокуратуре и жилищной инспекции города лучше не терять время. Сразу ехать по окраинам города и рублем наказывать ответственных лиц. В эти выходные синоптики, к слову, прогнозируют потепление. Это значит, что очередной выход из дома для жителей того же потока может обернуться трагедией. Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а сейчас о количестве заболевших у РВИ. Почти на 6% превышен эпидпорог в Алтайском крае. За минувшую неделю острая респираторная инфекция заболела около 17 тысяч человек. Напомним, ранее министр Алтайского здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что третья волна коронавируса ожидается в феврале-марте, что может совпасть со вспышкой у РВИ и гриппа и осложнить эпидобстановку в крае. А между тем, за минувшие сутки ковид унес жизни 14 пациентов. Новой коронавирусной инфекцией заболели еще 182 человека. 356 находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких 87 пациентов. Кстати, уже более 14 тысяч жителей края поставили вакцину «Спутник Ви». Накануне в Барнауле возобновили работу мобильных пунктов, где людей прививают без предварительной записи. Теперь это две машины, в которых дежурят врачи. Подробности расскажет Ирина Корчагина. Желающие поставить «Спутник Ви» готовы ждать очередь даже в метель с 10 до 16 часов. Ранее такой же мобильный пункт вакцинации стоял на площади Сахарова. Но вдруг вакцина закончилась, и работу нескольких прививочных пунктов края пришлось приостановить. Ближе к выходным в регион доставляют несколько тысяч доз спутника и возобновляют вакцинацию на колесах. Теперь у торговых центров «Галактика» и «Пионер». Прививочки, когда вы делали нормально, все протекало, реакции не было аллергической. Нормально. И вообще аллергии нет ни на кого. На жену, на любовницу, на соседей. Сегодня болите всех. Перед уколом обязательный визит терапевта. Отказывают вакцинации людям с признаками ОРВИ, обострением хронических болезней, а также беременным. Кстати, сегодня мы сами убедились, что прививаться приходит очень много пожилых людей. Уже мне под 70 лет идет, а мало ли чего. Вообще больно было? Нет, даже не чувствительно, даже нисколько. Нисколько. Наверное, рука у меня лег, или такая вакцина, иголочка. Едут со всех стопчих, из Бобровки, со всех деревень к нам едут. И звонят родственники, приходят прививаться, говорят, можем мы родителей привезти. Сколько сегодня в вашем мобильном пункте доз вакцины? 50. Если у нас еще будет возможность, будут пациенты, нам подвезут вакцину. Мы будем делать, пока будет до последнего пациента. В Минздраве сообщают, что в дальнейшем планируют проводить вакцинацию на колесах и в других населенных пунктах. Например, там, где нет условий для хранения вакцины в особых камерах. В мобильных ФАПах у нас, которые могут работать, в принципе, на выездной работе 25. Конечно, продуман вопрос, когда будет сейчас очередная поставка партии вакцины в объеме чуть более 15 тысяч доз. Мы, конечно, ее будем распределять не только в территориях, которые готовы на сегодняшний день у нас иметь мобильные ФАПы и стационарные ФАПы, но и 14 территорий, в которых будут работать мобильные ФАПы. Через 21 день всем пациентам предстоит поставить второй укол от коронавируса, иначе вакцинация потеряет свой смысл. Напомним, в планах регионального Минздрава привить от новой инфекции 30% населения. На данный момент в Крае спутник ВИП оставили уже более 14 тысяч человек. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком. Уже в ближайшую субботу большая часть средних школ Края вернется к шестидневной учебной неделе. Напомним, с начала учебного года по субботам школьники либо не учились совсем, либо занятия проходили в дистанционном формате. Оказалось, что многие родители к возвращению на шестидневку относятся отрицательно. В чем причина и что думают по этому поводу педагоги и руководители учебных заведений, выяснял Илья Кочетков. Тех, кто против возвращения на шестидневку, имеем в виду родители много. Но говорить на камеру они отказываются. Пообщаться с одной из мамочек нам удалось лишь по телефону и только анонимно. Женщина, назовем ее Светлана, считает, что школьники слишком загружены и им стоит больше отдыхать. Иван Гребенкин, замдиректора по учебной и воспитательной работе гимназии номер 42, говорит, недовольных учебной субботы родителей действительно много. С кем-то приходится даже лично общаться и пытаться договориться. Но школа все равно перейдет на очное обучение. Правда, в 42-й период удаленки использовали с пользой, отточив дистантные технологии. Это не будет нам шокирующей новостью, как это было весной прошлого года. У нас сейчас есть свой образовательный портал, на котором зарегистрированы все дети, все учителя, разработаны все инструкции, отработаны все инструкции, как работать, как выполнять задания, как пересылать. Директор 40-й гимназии Александр Овсеевский, сторонник очного обучения, уверен, полноценно учиться на дистанте способны единицы. Поэтому дистанционка, по его мнению, должна быть лишь исключением из правил. Не каждый ребенок сразу же сел и начал слушать, и включился в процесс. Кого-то надо вернуть в истинное время сегодняшнее, чтобы он думает о чем-то другом. Поэтому, конечно, дистанционное обучение расхолаживает. В Миноборе региона нам пояснили, что если кто-то из родителей и учащихся вдруг забыл, дистант по субботам ввели, когда полную удаленку в школах отменили. Но при этом количество заболевших оставалось высоким. Неучебная суббота была необходима, чтобы провести дополнительную санобработку. Уроков в остальные дни стало при этом заметно больше. Теперь же, когда заболеваемость спала, можно вернуться к прежнему расписанию. Сегодня не создавать условия детям, чтобы увеличивать количество часов в течение учебной недели, которая рассчитана на 5 дней, освободив таким образом 6-й день, чтобы облегчить им ту нагрузку, которая у них есть на сегодняшний день. Поэтому вводится 6-й день, как положено, в соответствии с 6-дневной учебной неделей. Она подчеркнула, каждая школа принимает решение, выходить в субботу или нет, самостоятельно. Правда, большинство учебных заведений, как мы поняли из общения с руководителями, возможностью использовать 6-й день для учебы воспользуются. А на 5-дневку будут переходить лишь, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. И в этом случае в лучшей ситуации окажутся школы, которые смогли отточить методы дистанционного обучения. Илья Кчетков, Александр Антропов, День Столкан. Сейсмически опасное здание в центре города. К нам в редакцию обратились жители дома на улице Гоголя, которые боятся, что их дом в любой момент может уйти под землю. Здесь не просто рушат здание, рушат надежды жильцов, что они спокойно перенесут ночь и останутся живыми. Вера Васильевна живет в доме на Гоголя 54. Женщина говорит, что здание с трудом вынесло строительство соседних домов. И тут новый сюрприз. Напротив, начали сносить старую фабрику. Это может добить ветхий дом, в котором по факту живут три семьи. Здание признали аварийным еще в 2017 году, но сносить передумали. Собственникам предложили провести реконструкцию 70-летнего дома. Для того, чтобы реконструкцию провести, нужно как-то подвести фундамент, вот так вот вдуматься, да? Какая реконструкция, если в доме нет фундамента? Они стучат у нас дома, оттуда трясучка идет, отсюда трясучка, то есть все вибрирует, и мы вот живем вот в этом кошмаре. То, что по соседству ведутся шумные и грязные работы, видно даже вот по этому серому снегу. Такой слой пыли здесь образовался всего за три дня. Недавно на Гоголе 52 разбирали крышу, причем даже не огородили территорию, а ведь в соседнем доме живут пожилые люди, дети, которые могут пострадать в любой момент. Разбирают эту крышу, и все это сыпется, и я делаю им замечания, они не реагируют, более того, делают это ночью. Увидев нас, полуночники скрылись, но позже продолжили свою работу. По словам жильцов, по классике – ближе к ночи. У нас ребенок ночами подскакивает. Вы сейчас видели, ребенок прошел, он маленький, он в первом классе учится. Он подскакивает среди ночи, потому что трясется все. Он – баба кто там, баба кто там. Это стало опасным. В официальном письме от администрации города изложено, что жильцы должны провести многомиллионную реконструкцию дома до 25 сентября 2022 года за свои деньги. В случае, если собственники не осуществили реконструкцию дома в срок, изъять земельный участок для муниципальных нужд, выплатить денежное возмещение собственникам жилых помещений. Но жильцы надеются, может кто-то раньше уже обратит внимание на то, что в доме на Гоголя 54 живут не мертвые души, а пока еще живые люди, которые с такими соседями могут и не дотянуть до осени 2022 года. Ирина Корчегина, Николай Шулко. День с толком. Преподаватель технологического института Наукограда выиграл конкурс президентских грантов. Для молодого ученого-избийска Романа Галых – это уже третья победа. В преддверии Российского дня науки депутат Государственной думы Александр Прокопьев посетил вуз и познакомился с инновационными разработками института. Для этой сварки электроды не нужны, да и специальные защитные очки надевать тоже не надо. Такие аппараты используют на птицефабриках. Работают они на основе ультразвука. Все это холодное. Обалдеть, нагревания даже не произошло. Никакого нагревания нет. Происходит сварка за счет диффузионных процессов. То есть такие технологии сегодня широко используются. А это уже более серьезная установка. Аппарат ультразвукового бурения космических объектов для обнаружения воды и льда. Грантовый проект был реализован совместно с китайскими учеными. Бурение лунного грунта. То есть Луна считается, что вот такая же примерно, как пенобетон. То есть пористая, да? Да, да, пористая. Плотность у нее как у сыра, в общем. О развитии и применении ультразвуковых технологий депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву рассказал доктор технических наук, профессор. Заслуженный изобретатель России Владимир Хмелев. Он ультразвук изучает уже больше 30 лет. Ученые Бийского технологического института являются победителями как региональных, всероссийских, так и международных грантов, которые в том числе реализуются зарубежными коллегами. Нам есть чем гордиться, то есть Бийскому технологическому институту. Мы вуз, который старается целиком соответствовать статусу наукограда города Бийска. У нас очень большое количество времени уделяется именно научной части, потому что, ну, объективно, не может быть хорошего образовательного процесса там, где нет науки. И на сегодня Бийский технологический институт по результатам федерального мониторинга в Алтайском крае занимает первое место среди всех вузов и их филиалов по такому показателю, как количество денежных средств, заработанных на научную работу на одного НПР. Достижений у вуза много. А в конце февраля выпускник, а ныне преподаватель Бийского технологического института, трехкратный победитель конкурсов президентских грантов Роман Галых будет защищать докторскую диссертацию. Он будет одним из самых молодых докторов наук в нашей стране. И особо приятно, что родом из Бийска. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компанией Валар. До встречи.